Я написал краткий обзор истории в большом деле о второй поправке в деле округ Колумбия против Хеллера в 2008 году. Мы получили четыре голоса в суде против пяти. Судья Стивенс следовал нашей трактовке. Вторая поправка с точки зрения ее происхождения всегда касалась ополчения, но никогда не касалась отдельных лиц. Она отражает политическое мышление 18 века, отвечая на вопросы того времени. Хотели бы вы иметь постоянную армию или ополчение? Индивидуальное право владеть оружием и носить его в общественных местах? В какой степени это должно регулироваться штатами? Эти вопросы, о которых никто в то время не думал. У создателей Конституции и у того поколения был набор проблем, которые полностью отличались от наших. К сожалению, у нас было так много случаев подобной стрельбы, которые не привели к большим законодательным изменениям. Я оптимист в целом, но не вижу перспектив в этом вопросе. У нас своего рода универсальная реакция. Когда происходят такие инциденты, они ужасны, но не меняют политику на том уровне, где это необходимо. Например, на отношение к этому вопросу внутри республиканской партии, а также на структуру политики во многих штатах. Речь идет не только о Техасе. В разных штатах существуют различия в законодательстве о контроле над оружием. Мой родной штат Иллинойс, например, как и город Чикаго, довольно строг с точки зрения владения оружием. Но есть законы других штатов, например, где популярна охота, где республиканцы фактически контролируют правительство штата, где сильно влияние Национальной стрелковой ассоциации, которые считают, что есть вся эта связь со второй поправкой и правом носить огнестрельное оружие, направляясь, например, в Старбакс. Вот зачем вам полуавтоматическая винтовка, если вы идете в Старбакс? Только в этом месяце 59 человек были убиты. Более 200 человек получили ранения в результате применения огнестрельного оружия. В течение последних нескольких лет такие трагедии повторяются из раза в раз. Ситуация ухудшилась еще из-за пандемии, но все равно вряд ли что-то изменится. Тем более существует разногласие между разными штатами и разное толкование Конституции. Вторая поправка говорит о том, что хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности. То есть речь идет об организации людей, где контролируется ношение оружия. Но дальше говорится, что право людей хранить и носить оружие не должно нарушаться. Таким образом, вторая часть этого предложения позволяет некоторым трактовать поправку таким образом, что она дает право отдельным гражданам иметь собственное оружие. Верховный суд совсем недавно, в 2008 году, поддержал второй вариант этой интерпретации. Поэтому маловероятны изменения, учитывая политику страны сегодня и разделение между республиканскими и демократическими штатами. К тому же предстоят промежуточные выборы, на которых демократам будет трудно сохранять контроль в Сенате и Палате представителей. Состав Верховного суда остается консервативным. Поэтому я считаю, что подобные трагические события будут продолжаться. И ничего не изменится. Продолжение следует...